Вот вплотную жилая зонок, забор. Причем это ни вчера, ни сегодня, это годами валится. Это настоящий рай для бомжей и настоящий ад для местных жителей. В дебрях Ленинского района можно идеально спрятать бытовой, строительный мусор и даже из всего этого построить новый дом. Ольга Богданенко живет на улице монтажников и часто гуляет вдоль листока реки Пивоварка. И женщина может угадывать, что у жителей района сегодня было на ужин. Вот тут у нас люди мусор сваливают, трубу себе для слива устроили. Нас просят зафиксировать именно факт слива. Вот этого недостаточно. То есть здесь должно течь, чтобы был факт? Видимо, да. То, что там лапша, морковные очистки, окурки, этого недостаточно для факта. Местные жители периодически устраивают здесь субботники, убирая с берега и воды отходы за своими соседями. На выходных собрали 60 мешков. Если активисты еще в состоянии убрать какой-то мелкий мусор, даже вывозить его килограммами, то явно вот такой вот уже им не по силам. Получается, одни чистят берег, другие захламляют его, третий не контролирует, в каком состоянии находится водная зона. Когда-то в ней ловили рыбу и купались. Теперь безымянные озера превратились в болото. А ведь все это, говорят местные, и есть начало пивоварки. Вот это меня, в частности, интересует. Либо это русло пивоварки, либо это сточные воды, которые опять же без очистки, без всякой, попадают в озеро, соответственно, в пивоварку. Пивоварка начинается с садоводства «Трансмаш». И она родниковая. Водоемы, садоводство «Трансмаш». Так от него вообще ничего не осталось. Так еще недавно вода была. Была. А вода вообще есть? Ну, вот в прошлый раз, я снимала месяц назад, была еще вода там. Река родниковая и идет дальше. То есть мы приходим к озеру, которое находится на совхозной. Что мы видим здесь? Озеро захламлено. Мы видим мусор, мы видим грязь, мы видим нечистоты. Дальше это все идет, это пивоварка. И дальше это идет вопь. Поэтому почему люди удивляются, что пивоварка покрывается разными цветами? А удивляться не нужно. За всем нужно следить. То есть все требует ухода, какого-то статуса. Тем более, что до сих пор стоят таблички «Природоохранная зона», «Водоохранная зона». Они до сих пор стоят. Мертвая рыба и следы от бензина. Сегодня экологическая катастрофа в Ленинском районе волнует только нескольких человек. Для прояснения ситуации мы отправили запрос в администрацию района. То, что копилось годами, все равно придется дружно разгребать. И жителям, и властям. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.